Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот и дожили мы с вами до праздника Рождества. 40 дней поста позади, позади долгие аскетические труды и подвиги. Мы говорили в том числе в наших передачах о том, как обрести приличное лицо, о том, как этого приличия, как стать джентльменом для того, чтобы назваться христианином. Сегодня праздник Рождества. Мы обещали вам до новогодних праздников в нашей последней передаче, посвященной этикету, некий сюрприз. И действительно, история Рождества так многогранна, в ней так много участников вот этого события, что мы, например, можем подойти к этому празднику через волхвов. Мы помним, что некие звездочеты, увидев вифлеемскую звезду, двинулись в сторону вифлеема для того, чтобы увидеть этого родившегося младенца, который не просто человек, но бога-человек. И напомним, что они в своих ларцах несут определенные подарки. Золото, как царю, ладан, как богу, смирну, как человеку, который должен будет умереть за грехи всего человечества. Это очень красивая история. Она подчеркивает тему подарка, тему того, что, в принципе, человеку родившемуся, человеку, который явился в этот мир, должно быть некое преподношение от этого мира. Богочеловеку Христу приносят подарки, которые отвечают его служению, его мессианскому значению. Но мы, если просто возьмем и назовем Рождество днем рождения, нам вдруг становятся какие-то вещи более понятны. Сегодня день рождения нашего Бога, Христа. Конечно же, христиане в том числе в течение проповеди во время богослужения рождественского будут слышать и такие, в том числе, проповеди. А что мы можем принести в подарок родившемуся Христу? Подчеркивается некая нравственная составляющая этого вопроса. Принести свои чистые сердца, принести свои души, очищенные покаянием и так далее. Это общая тема. Давайте поговорим о том, как правильно вообще приносить подарки. И именно это будет главной темой сегодняшней рождественской нашей передачи. Говорить мы будем по-прежнему с тренером по этикету Светланой Тарашаевой. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, отец Сергий. С праздником вас, с праздником всех телезрителей. С праздником. С Рождеством мы немножечко... Давайте вот просто в сторону как бы немножечко само событие, да, само величие евангельского события пока отнесем в сторону. Но мы ведь тоже в том числе, да, с одной стороны отнесем, с другой стороны это просто физически невозможно сделать, потому что мы друг друга поздравляем с этим праздником, мы готовим какие-то подарки. И вот тут вот получается две смежные темы, которым можно было посвятить сегодняшний диалог. Первая тема, и с нее мы, наверное, начнем. Это подарок на Рождество. И в данном случае давайте, может быть, поговорим о самой культуре преподнесения подарка, философии подарка. Тем более, что мы сейчас, ну, по крайней мере, я это наблюдаю, мы живем в какой-то эпоху трансформации подарка. Когда-то было важно, что лежит в коробке. Сейчас в какой-то момент это перестало быть важным, что, собственно, там лежит. Мы как-то усвоили этот посыл, что дорого внимания. И мы, в общем-то, можем главным образом красиво это преподнести. Вот если мы будем говорить о культуре дарения, об этикете подарка, то, опять же, с позиции, какие ошибки мы можем здесь совершить, ну, что разочарует как минимум, расстроит как максимум человека, которому мы этот подарок приносим. Как правильно подарок принять? Это тоже очень важный момент, потому что, когда мне дарят, мне уже подарили свое внимание, и уже это приятно, но я могу не скрыть, например, свое разочарование, ну и так далее. Вот культура, этикет, дарение, подарка, вам слов. Да, я с вашего разрешения возьму инициативу на себя, и все-таки отмечу, что что тоже важно. Я бы разобрала сначала что, а потом как. Давайте. Да, потому что выбор подарка – это тоже интересный момент, интересный этап. И подобрать правильно подарок той или иной персоне очень важно. Все мы люди разные. Есть светские подарки близким, друзьям, знакомым. Есть деловые подарки, там будут действовать свои совершенно иные правила. И нужно понимать, что я могу подарить маме, то я не могу подарить начальнику. А что я тогда могу подарить такого? Мы об этом тоже сегодня поговорим. И что такое подарок? Вот как мы можем это охарактеризовать? Это материализованное внимание. Материализованное внимание. Я бы сказала, что подарок – это в первую очередь отношение. И когда мы получаем подарок, мы в принципе понимаем, как человек к нам относится. Всегда считывается. И когда мы выбираем подарок, мы тоже можем понять и вдруг осознать свое отношение к человеку. Потому что нам кажется, мы всех любим, мы ко всем хорошо относимся. Когда встает дело, что же подарить там Светке, подружке, да. А достанку я с пыльной там полки. У меня стоит давно какая-то крем какой-то ненужная мне. Подарю-ка я ей. И вот это отношение, оно здесь, собственно, и да, крем может быть просрочен и так далее. И это отношение, оно в подарке всегда сократится. И больше того, этот крем когда-то Светка тебе и подарила. Да, это будет такая самая нелепая ситуация, но такое бывает. Такое тоже в жизни бывает. И тут важно в первую очередь понять, как я отношусь к этому человеку, что я хочу своим подарком ему сказать. И это не всегда акцент на стоимости. Когда мы говорим про отношения, кажется, ну надо еще что-то дорого. Вообще не всегда. Далеко не всегда. То есть вопрос не в стоимости, а именно в том, насколько мы понимаем актуальность этого подарка для того человека, которому мы дарим. Сложно сформулировала. Нет, это все понятно. Да, то есть нужно это сейчас этому человеку или нет. Или может я хочу выразить какое-то свое отношение, какой-то может быть нюанс этим подарком. Что-то может быть навести человека к чему-то этим подарком. И так далее. То есть понимать для чего. Вот на этот вопрос важно ответить вначале. Выбирая подарок, тоже есть, что подарить, например, коллегам часто спрашивают. Сейчас новогодние праздники. И много таких мы делаем, каких-то небольших подарочков. Да, ну куда девать эти магнитики уже? Куда там еще что-то? Я учителем долгое время в школе проработала. И в конце, вернее на любой даже праздник, не в конце года, это не только год, это и 8 марта. Это целый багажник конфет, шампанского, всего-всего сладкого, шоколада. И ты думаешь, что-то надо киосок открывать уже шоколадом, что-то с этим делать. Про шампанское. Да, есть такое правило, что шампанское не дарят дамам. Да, то есть вообще, даже не шампанское, а спиртные напитки. То есть если у вас есть, например, соблазн или желание подарить кому-то спиртной напиток, будьте очень аккуратны здесь. И вообще в плане еды и съестных подарков. Можно ли приходить, например, на мероприятие со своей едой? Вопрос. Ну, наверное, нет. Раз уж мы говорим про подарки, про гостиницы. Нельзя. То есть гостиницы у нас не приносят. С тортиком. У меня в тупик. По-моему, 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 за своим тортиком. С печеньками там, что-что-то. Но это, может быть, зависит от ситуации и от компании. То есть я просто сейчас вспоминаю какие-нибудь, например, семейные посиделки. И когда у тебя семь членов семьи, то есть у тебя пять детей, и, например, моей супруге очень сложно приготовить на огромную толпу людей, кто-то просто оказывает такой знак внимания, приносит. «Давай ты вот этого не занимайся, я вот принесу вот это с собой». Ты сегодня салат. Ты первый, ты второй. Если это посиделки, то гостиница вполне уместна. Если мы просто пришли в гости и что-то приносим к чаю, это вполне уместно. Если мы говорим к чаю, так же уместно это все раскрыть, распаковать к чаю. Потому что бывают случаи, когда хозяин выбирает это в холодильник. Если это праздник, и мы пришли с вами на день рождения, на юбилей, на какое-то такое событие значительное, поздравить человека или пару, то гостиница будет, конечно, неуместна. Так как такое событие подразумевает уже какой-то стол определенный, и мы как раз приходим с подарком, который заранее выбрали. Если это деловой подарок, что подарить начальнику, что подарить коллегам по работе. Но если это Новый год, то, конечно, какие-то небольшие сувениры, может быть, съестные, которые ты съел и которые не занимают места в доме. Потому что все мы сейчас чистим свое пространство постоянно, и не успеваем вывозить. Да, минимизация наше все. Да, минимизация. Что-то такое довольно простое и недорогое по стоимости, потому что дорогой подарок может смущать того, кому мы его дарим. То есть здесь тоже важно соблюсти баланс. И важно помнить, что в деловой среде есть закон административный, который устанавливает определенную сумму, максимальную для делового подарка. Даже так? Даже так. Это 3000 рублей. Все, что свыше этой суммы, будет считаться взяткой. Поэтому тут будьте аккуратны с дарением подарков в деловой сфере. Ну и начальнику, вышестоящим людям, у которых свой кабинет, например, принято дарить такие подарки, которые останутся в офисе. То есть подарки не личного характера. Это может быть канцелярия, это может быть какая-то картина, что-то предмет интерьера, который туда впишется. Что-то такое, что можно использовать. И будьте очень аккуратны с рукодельными подарками, потому что сейчас очень много людей рукодельничают. Близким, знакомым, родным, конечно, это будет приятно. Это частичка вашей души. Для малознакомого человека частичка вашей души может быть с большим вопросом. То есть тут нужно... Человек будет думать, куда эту частичку деть. Куда потом эту частичку пристроить. Действительно, вот здесь прям задавайте себе вопрос. Уместно ли это будет? Позвольте вернуться к Рождеству. Вот я слушаю вас, и мне вот интересно. Понятно, что у подарков волхвов были конкретные символы. Вообще не факт, что они их принесли, что это некрасивая легенда, которая просто, ну, именно так евангельски подчеркивает мессианское служение Христа. Ну, вот они принесли подарки. Условно говоря, вообще ни разу не угадали, что нужно младенцу и что нужно вот этому семейству. Ну, может быть, с золотом разве что. Немножко, да. Напоминаю, что святое семейство вынуждено было разродиться в пещере, то есть фактически в загоне для животных. И, конечно, это подчеркивало крайнюю степень нищеты и такой вот нужды. Вот если мы возьмем момент подарка для супружеской пары, которая родила ребенка. Вот что здесь правильным будет, что будет неправильным? Вот обычно же сразу задаривают там всякого рода памперсами, какие-то игрушки дарят. Ну, мне, как отцу пятерых детей, на первом ребенке, может быть, это было хорошо и даже радостно. Но когда там с пятым начали дарить, вот мягкие игрушки в безумном количестве. Хорошо, сейчас появились карточки, которые выручают. И тех, кто дарит, и тех, кому дарят. Вот замечательно. Это по этикету, это нормальный подарок, когда тебе дарят конверт с деньгами, или когда тебе дарят карточку номиналом там в какую-то сумму, и ты сам еще потом идешь в магазин, и что тебе надо, покупаешь. Или это попытка отвязаться от... В первой программе мы говорили о том, что этикет ситуативен. Бывает по-разному. Если мы точно знаем, что вот эта вещь подойдет человеку, подойдет семье, то мы спокойно дарим. Если мы не знаем, что подарить, сомневаемся, то такой подарок зачастую может действительно выручить и одну, и другую сторону. Но здесь можно, конечно, красиво преподнести, если мы все-таки свое отношение хотим выразить. Как мы уже вначале сказали, да, подарок – это отношение. Одно дело, мы эту карточку просто вручили в этой же упаковке. Другое дело, мы там придумали стихотворение, или красиво упаковали, или засунули там ее в какой-нибудь надувной шарик, да, с гелием. То есть вот этот факт – подача подарка тоже имеет значение, как мы его преподносим. И как раз к этой теме, да, можно и перейти, что мы можем не просто, да, дать подарок как есть, упаковка тоже имеет значение, его можно красиво запаковать, придумать, найти красивый пакет, не БУ, да, то есть иногда пакеты, знаете, вот они переходят из рук в руки, бывает такое, и уже видно, что ты, ну, не то чтобы там второй, кому в этом пакете подарили подарок, а ты уже там двадцатый. Поэтому, ну, вот такие пакеты тоже лучше утилизировать, и в нем тоже это же отношение, да. Мы же говорим не просто про вещи, которые в этом пакете, мы говорим про отношение к человеку, которому мы дарим. Можно ли дарить, передаривать подарки? Ну, я вот почему-то и думаю, что нельзя. Вот. Хотя, с другой стороны, вот в начале нашей беседы вы сказали, человек должен сидеть и думать, иметь головную боль, куда ему это деть, если ему это, ну, правда, не нужно. Если это там, например, сотая коробка конфет «Родные просторы», куда ее, эту сотую коробку, деть? Вот. Каждый там второй, каждый третий ученик дарит именно ее. С одной стороны, ты вроде бы передариваешь, и в этом есть акт какого-то пренебрежения, что ли, подарком. Может быть, эту, именно эту коробку конфет человек купил, там, не знаю, на последние деньги, выбрал ее, вот, потому что там малоимущая семья, например, очень хочет тебя дарить, но у нее нет возможности подарить тебе какую-нибудь, там, не знаю, гигантскую вещь, там, красивую, дорогую, там, еще что-то такое. Вот коробка конфет. Но зато как лепта вот той старушки из Евангелия. Да, тут как раз... И это передаривание в данном случае, наверное, будет невниманием. Тут еще одна тема как раз, да, как принять. То есть даже если дарит что-то, что мы, и не ожидали увидеть, да, то есть тут... Или, может быть, то, что нас не радует сейчас, да, если, например, человек аллерген на конфеты, я ему дарю конфеты. Соответственно, он, может быть, ему не очень рад. Но важно принять в этот момент с благодарностью, да, как раз вот это... То, что вы написали сейчас, да, вот эту предысторию покупки подарка, мы не знаем. Поэтому иметь важно с благодарностью принять абсолютно любой подарок, и поговорка, дареному коню в зубы не смотрит, она актуальна, как никогда, да, чтобы человека не обидеть. Всегда принимаем с благодарностью. Если подарок не нужен в данный момент нам, мы�иваемся благодарностью, например, можем этот подарок передарить тому человеку, которому он действительно нужен. Это будет честно, да, и по отношению к тому, кого мы взяли и приняли подарок, и по отношению к тому, кому мы, например, передарим. Но важно понимать, что передариваем мы новые вещи, например, вам подарили пятый утюг, он вам не нужен, вы понимаете, Но вы знаете, что вашему другу он точно нужен. И это не обесценивание подарка. В данном случае можно считать, что вам подарили деньги. Вы бы также пошли этот утюг купили и подарили. Поэтому можно вот таким образом. Вы с благодарностью приняли, с благодарностью передарили. Если такой подход, то я на своих классах говорю о том, что это возможно. Вот такой момент. Но если, например, вы хотите передарить, как мы говорили, какую-то вещь, которая у вас стоит, пылится в шкафу, то есть вам дарят, а вы там складываете в шкафчик, потом берете и также раздаете, не глядя куда, не глядя кому, главное избавиться. То есть если в этом есть вот какая цель? Если цель избавиться от тех вещей, ура, Новый год, наконец-то почищу пространство, избавлюсь от тех ненужных мелочей, которые у меня есть, всем все раздарю. Это один посыл. Другой посыл, когда мы берем вещи, понимаем, а вот, например, у Оли эта бы вещь в доме смотрелась очень красиво. И я ей уже дарю вот с этим посылом. То есть я понимаю, что мне ее некуда пристроиться, у меня вообще все по-другому в моем доме. А вот у нее было бы здорово. То есть вот здесь вот очень важно, мне кажется, ну такую риперную точку поставить, что подарок, дар, это всегда продолжение все тех же субъект-субъектных отношений, которые должны выражаться в том, что я вижу лицо, вижу те самые глаза, я тебя вижу, как вот у племени Зулусов. И мой подарок – это попытка вот этому лицу не только сделать, может быть, радостно и приятно, но определенным образом протранслировать, что я тебя вижу. Вот эту фразу «я тебя вижу» сказать вот в этом преподношении. Я тебя вижу в том объеме, который у тебя есть, я вижу тебя в той красоте, которая у тебя есть, и так далее, и так далее. Ну то есть если мы действительно говорим о том, что есть желание сделать приятное. Ну вот знаете, вы сейчас говорите, пока говорили про передаривание, я вспомнил, мы с одним моим замечательным знакомым, другом Валерием Бондаренко, как-то беседовали на тему дара, и он говорит о том, что вообще самое последнее, что может сделать человек с даром, с подарком, это узурпировать его. Потому что дар, по идее, и во многих культурах архаических это подчеркивается, это то, что должно, условно говоря, циркулировать между людьми. И он, в частности, приводил пример, я, может быть, даже здесь эту историю рассказывал как-то, про индейца, значит, попал какой-то, по-моему, этнограф, по-моему, даже Леви Стросс, могу ошибаться, Ну, кто-то вот из известных этнографов, путешественников попал в какое-то древнее племя, он коллекционировал трубки, была, значит, был обряд вот этого вот раскурения трубки мира, и ему эту трубку очень дорогую подарили. И попросил этот человек приехать, нанести визит вежливости обратный вот этого племени, вождя племени, вождь племени через некоторое время приехал, и он в ужасе был от того, что человек эту трубку поставил на самое видное место, и никому не передарил, и никому не пустил этот дар в оборот. Прекрасная история. Вот. Вот в этом смысле, может быть, опять же, важно что, но важно, что это нечто запускает какую-то энергию, говоря оккультным языком, энергию подарка, которая должна циркулировать. Вот в этом смысле, если посмотреть на подарок как культурологический феномен, то получается, что как раз вот эта циркуляция подарков и даров, которые присутствуют вот в эти новогодние праздники, рождественские, святочные, она запускает, условно говоря, нечто более важное, лежащее за подарком. За внешним. За внешним, да. Абсолютно согласна. Очень интересная такая мысль. Буду тоже использовать на своих этикетах. Тогда, получается, передаривать можно. Можно, да. Я же уже сказала, что новую вещь. БУ не передаривают. То есть, если это какая-то уже использованная вещь, ее можно отдать просто, если кто-то там, кому кто-то нуждается, да, мы можем отдать. Если это новая вещь, то можно передарить. Если она нужна другому человеку, мы отдаем себе в этом отчет, да, что я не передаю его просто, чтобы избавиться, а я знаю, что она будет пользоваться. Еще раз, вот я просто хотел бы проговорить тему вот этих вот конвертиков, которые сейчас, в принципе, они, может быть, тоже, кстати, симптом времени. Мы вдруг поняли, что вообще вещи становятся малозначимы, а важны только деньги, которых дико не хватает в современных условиях. И поэтому лучший подарок – это денежный подарок какой-то, желательно, чтобы он был увесистый, толстый этот конвертик. Но вот с одной стороны, вроде бы да, как бы здорово, ты вот на какой-то момент выходишь из контекста выживания, да, то есть там перестаешь искать деньги, потому что сейчас вот, по крайней мере, тебе надарили, у тебя они есть. Но в целом, когда тебе преподносится нечто в виде, там, карточки пластиковой или конверта, не считывается ли в этом отсутствие желания, вот, опять же, подумать о тебе? Не является ли это симптомом нарастающей скорости? То есть надо быстрее просто, вот, сошел в магазин и вот быстро в корзину накидал, а кому не накидал, тому просто конвертиков накупил, вот, и все, и на этом все, и не заморачиваться. Вот не кажется ли вам, что это очень симптоматично с этой позиции, что вот человек в таком ритме сейчас живет, что он просто не хочет ни о ком думать в отношении другого человека, просто поразмыслить, что ему нужно? Я вам больше скажу о тетерги, сейчас конвертик – это один из самых желаемых подарков у многих людей. Ну да. То есть если мы будем спрашивать, да, и приведем вопрос, что вам подарить, многие, в процентном соотношении не скажу, но скажут, что именно деньги, потому что угадать с подарком бывает довольно непросто, если мы человека или не очень знаем, или знаем, что спектр потребностей такой широкий, да, что человеку легче самому выбрать, там, что, 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 да, ему в данный момент важнее, что приоритетнее. И это тоже проявление любви и заботы, да, когда мы в данный момент подумали, да, мы можем купить, например, на рождение ребенка, там, какую-нибудь кресло-качалку, да, а там, может быть, какие-то другие базовые потребности не закрыты. И поэтому конвертик в данном случае, может быть, был бы гораздо актуальнее. Поэтому вот эти моменты тоже бывают проявлением любви. Опять вопрос, как мы его преподнесем. Если мы понимаем, что это конвертик или карточка, то здесь важна подача, то есть роль подачи, она усиливается. С обычным подарком тоже важна, но если это вот такой подарок, то усиливается. И качество денег, то есть если мы дарим деньги, то это обязательно новые купюры. То есть здесь важно посмотреть, чтобы это были не смятые, не порванные, не зажеванные. Дарим только новые купюры. Хорошо. Если сдвинуться с темы этих конвертиков и так далее, вернуться несколько вот к более такому, что называется, менее материальному, более духовному, что ли, измерению этикета подарка, дара. Например, какие темы, может быть, еще, вот я просто сейчас из моего поля внимания, они выпадают просто по незнанию и по малому знакомству с темой, а вам кажутся важными. Вот что бы вы хотели, ну, например, для людей, которые сейчас озадачены темой даров, подарков, причем подарки рождественские, они отличаются от подарков, связанных с днем рождения, с днем свадьбы. Здесь как будто бы нужно, чтобы подарок, ну, если мы говорим о общине, да, люди в общине друг другу дарят какие-то подарки, они должны быть как-то религиозно окрашены. Вот что вот в этом аспекте вопросов я сейчас пока не задал, а надо было бы, не обсудил, как вам кажется? Может быть, как принять подарок? Так. Мы об этом еще не поговорили, как раз в контексте дарения, потому что принять подарок тоже очень важно, правильно, потому что бывает так, что человек долго готовится, выбирает подарок, упаковывает, и очень к этому относятся трепетно, да, это взяли, поставили, дальше побежали. И так, что-то не то, да, что-то пошло не туда. Поэтому принять подарок тоже нужно уметь. Нужно ли распаковывать подарок, когда мы принимаем его? Или это неприлично? Вот, знаете, я всегда распаковываю. Сразу, на месте. Ну, если, опять же, ну, я как священник, иногда, вот, там, Рождество, да, люди приходят, какой-то акт внимания прямо в храме оказывает, понятно, что тут и неуместно, и слишком много людей, чтобы вот при всех, и как-то, и так далее, потому что подарки иногда бывают, ну, действительно, личного характера, то есть человек тебя хорошо знает, там, какие-нибудь кумовья, они знают, что тебе подарить, вот, они тебе это дарят. Вот, когда, наверное, много чужих людей, наверное, нет. Но в семье, вот, то есть это, когда мне дарят дети, не распаковать подарок ребенка и сказать, ой, спасибо тебе, завтра я посмотрю. Конечно, да. Это будет травма. Да, больше, конечно, каких-то таких мероприятий масштабных. Если много гостей и мероприятие крупное, то подарок распаковывать не нужно, его достаточно поставить на специальный стол, но в таком случае дарящий должен подписать. Бывали такие случаи, у нас тоже на детских праздниках много подарков, чьи непонятно, кто тебе подарил, кто подарил эту книгу, не знаю, да, то есть обязательно подпишите, потому что, если вы не знаете, как подарки будут вручаться, дариться, будет ли возможность, да, его вот так преподнести, открытку, да. Вот это у нас уходит немножко, традиция подписывать открытки праздничные, она очень хорошая, да, это такая память, которая действительно остается. Кстати, вспомнила, универсальным подарком до сих пор считается книга, не знаю, насколько лучшим, но универсальным. И вот этот соблазн, советская традиция подписывать книги, она тоже не совсем верная, подписать книгу может только ее автор. Вот тут нужно тоже быть аккуратным, если вы дарите книгу, лучше открытку и вложить в книгу, но ни в коем случае на книге не подписывать свое поздравление для того, кому вы ее дарите. И когда мы про принятие подарков, да, возвращаемся, принимаем, если крупные мероприятия, мы их можем отставить, подарки в сторону, но после мероприятия, когда мы будем уже распаковывать подарки, смотреть, обязательно написать благодарственное или письмо, или смс, или позвонить человеку и поблагодарить уже за конкретный подарок. Да, то есть сначала мы принимаем, благодарим просто за сам факт, а потом мы уже благодарим за конкретную вещь, за конкретный подарок. Если мероприятие не крупное, если это дети дарят, близкие родственники пришли, конечно, принято сразу распаковать, посмотреть и тоже поблагодарить за конкретный подарок. Не абстрактное спасибо, да, мы уже благодарим за вещь. И порадоваться, постараться. Ох, да, да. Да, и опять же, вот все-таки возвращаясь к этой теме, которую мы обсуждаем в этих трех наших встречах, удивительно то, как через простые какие-то бытовые культурные вот эти вот практики, действия, которые мы делаем, мы можем человеку транслировать свою любовь, свою нелюбовь, свое внимание, свое невнимание, свое уважительное отношение, неуважительное отношение. И вот сегодня уже все, подходит время к концу, и нынешние передачи у нас все так, как правило, стремительно. Вот, мне бы очень хотелось, чтобы, поздравляя друг друга с Рождеством или с каким бы то ни было другим праздником, мы в первую очередь были бы озадачены именно человеком, которому мы, которого мы одариваем. Я вот, к сожалению, не задал вопрос, и сейчас уже его не успеваю. Часто мы вынуждены подарить подарок человеку, которого не любим. Вот. Как избежать конфликта вот в этом дарении, да, ну, то есть бывает так, что, не знаю, конфликт какой-то в семье, да, с какими-то ближайшими родственниками, у тебя не совсем ровное отношение, там, не знаю, с тещей, свекровью. Вот. Ты вынужден подарить подарок, но не хочется в корне. Но я даже думаю, в данном контексте, если мы оттолкнемся от самого человека и попытаемся, опять же, преследовать цель налаживания мостов, все сложится и все состоится. Так и есть. Спасибо огромное, дорогая Светлана, спасибо вам, дорогие друзья, вас мы поздравляем вновь с праздником Рождества Христова. Сейчас идут святки, время беспостное, время похода друг к другу в гости. Попробуйте то, что мы сегодня обсуждали со Светланой, реализовать на практике. Попытайтесь оттолкнуться от человека, и вы увидите совершенно иной огонь в глазах напротив. Храни вас Господь с праздником! Светлана